Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, Олеся, и приветствую ваших уважаемых подписчиков и зрителей. Я хотела бы с вами обсудить вот такой вопрос. Мобилизационный потенциал России, насколько хватает у них мяса для войны, потому что идут они уже на финансовые такие крайние меры, когда выплачивают за подписание контракта в некоторых регионах России по 30, 31 и 33 тысячи долларов. То есть это говорит нам о том, что, видимо, не все в порядке с количеством. Плюс мы видели заявление Министерства обороны Южной Кореи о том, что уже Северная Корея, солдаты собираются воевать с Украиной на стороне России. Скажите, пожалуйста, вот вы как оцениваете историю с человеческим ресурсом для российской армии? И будет ли Путин объявлять мобилизацию? Ну, только за последний месяц к нам обратилось очень большое количество так называемых в Сочи, те, кто самовольно оставляет воинские части, кто не хочет воевать, отказывается от продления контракта. Народ бежит, и, соответственно, они его выгребают, как только могут, в том числе с мобилизационных пунктов. У меня были там несколько видеозвонков, когда я видел, как туда привозили людей на костылях, людей, у которых нету каких-то конечностей, или у которых там проблемы как минимум с функционированием ног и рук. Тем не менее, их выгребают сейчас с госпиталей, с домов, с лечения и всех направляют. Для чего Путину понадобилось вот это вот такое количество, а может быть не Путина, а может быть там это Белоусову именно обороне, чтобы отчитаться по цифрам и под каждого из них там списывать какие-то денежные средства? Я до конца не понимаю их логику, она абсолютно бесчеловечна, и цивилизованному человеку понимать логику убийц и душегубов тяжело. Но, видимо, там есть какая-то коррупционная составляющая, потому что чем больше душ они соберут, тем больше финансирования они получат, и, видимо, они с этого что-то там наживают и зарабатывают. Но обстоятельства, вот я объяснил, последние недели в сторону оккупированных территорий идут эшелоны из разных регионов, выгребают в том числе вот тех людей, которые не могут сами ходить. И из соккупированных территорий на горячую линию поступают сообщения о том, что на ноль, вот на это мясо, на передовую толкают людей буквально там напичканных, нашпигованных осколками, гранат и так далее. И если формально там хотя бы немножко руки и ноги двигаются, все автомат в руки и вперед на этот самый убой. И в некоторых подразделениях потери там до 80-90% в течение там одного-двух дней за бой в какой-то лесополке. Это говорит о том, что они не берегут личный состав, относятся к нему как к расходному материалу. И это не я, а российские военные, кому мы даем возможность высказываться на нашем канале, они рассказывают о том, что, конечно, существует очень серьезный разрыв между отношением в вооруженных силах России к личному составу и к тому, как ВСУ относится к личному составу. Если со стороны Украины это в основном артиллерия и дроны, и в случае, когда мы видим, тоит или населенный пункт там оставлен, он оставлен не потому, что он не важен для ВСУ, а потому что человеческие жизни для командования гораздо важнее и проще отойти на какую-то дистанцию и перейти на атаку снарядами, артиллерии и дронами, чем угробить и положить жизни нескольких сотен своих солдат. А у Минобороны России ситуация ровно наоборот. И порой иногда думаешь, наверное, для них чем хуже, тем лучше. Но вот только так я могу объяснить происходящее там. Поэтому с точки зрения мобилизационного ресурса я объяснил, что и так выгребают всех, кто может хотя бы каким-то образом передвигаться. Поэтому, так как у них там очередей нет в военкоматы, но, наверное, да, он будет стараться в дружественных диктатору странах находить какую-то силовую поддержку. Ну вот, пожалуйста, докатились до того, что стоят, стоят на окорачке перед Северной Кореей, унижаются и рассчитывают на помощь северокорейцев. Ну вот такая вот вторая армия. В кавычках. Потенциал бунта по поводу вот как раз тех, кого призывают, вообще есть какой-то со стороны их родственников или лично таких людей? Это, конечно, феномен. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, потому что, ну, самый известный, наверное, это вот Эрнест и Гудвин. Видео с ними там, там, посмертная там или предсмертная их такая видеозапись, которая была впервые опубликована на нашем канале, потом широко разошлась, там почти 3 миллиона просмотров, там 2 миллиона 600 тысяч. Огромное количество людей просмотрело. Но вот два военнослужащих, они рассказывают о том, что в их подразделении наркоторговля, избиения, там, обнуляют. Но при этом идут и перед смертью записывают видео в расчете на то, что когда-то там какой-то добрый Гудвин где-то там посмотрит, а сами пошли и погибли. И это сплошь и рядом. И огромное количество людей в комментариях из цивилизованных стран недоумевает. Как-то так. Мужики с оружием в руках и терпят в отношении себя там унижения, вымогательства, оскорбления, очевидно, бесчеловечные незаконные приказы. И тем не менее, ну, я лично для себя это объясняю тем, что их никто не смог каким-то образом объединить. Каждый из них, когда вот он приходит на порог жизни и смерти и понимает, что завтра он погибнет, вот они разрозненные. Нету какой-то платформы, которая бы их объединяла. И поэтому он думает, что перед ним вот такая вот страшная путинская махина, а он это такая как бы сошка, которая там как спичка зажжется и тут же потухнет без каких-либо изменений. При том, что таких спичек там сотни тысяч. Но с ними никто всерьез не работает, их никто не модерирует, с ними никто не разговаривает, поэтому они разрозненные. То есть если бы был какой-то там условный там харизматик, пусть даже там со знаком минус, как Пригожин, который мог вокруг себя какое-то ядро там одну-две тысячи вооруженных бойцов собрать, это бы имело эффект. Но больше таких нет. И наоборот, целенаправленно и ГРУ, и ФСБ работают, уничтожая тех, кто гипотетически может вокруг себя собрать бойцов. Вот как это произошло, например, с генералом Поповым, которого тут же там обвинили, посадили в тюрьму, потом освободили под домашний арест, но по сути дела сломали его, надломили, ну и точно разорвали его связь с его подчиненным, с его солдатами, которых он там называл там спартанцами, легионерами. Ну вот такая вот ситуация. По данным Associated Press, Россия обманом завлекает африканок на сборку шахедов. Чтобы восполнить острую нехватку, они пишут, рабочие силы в России, Кремль набирает женщин в возрасте 18-22 лет из таких мест, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леона, Нигерия, а также из южноазиатской Шри-Ланки. Эта кампания распространяется на другие страны Азии, а также на Латинскую Америку. А что такое вообще? Почему в России, в которой 140 миллионов, ну хорошо, пусть даже 130 после всего, не хватает рабочей силы? Этому нет объяснения, особенно если мы понимаем какой-то возрастной состав. Мне кажется, что там их пытаются завлечь не для сборки дронов. Это формальная причина, а настоящая причина в чем-то другом. В чем можно догадываться, судя по их возрасту, по молодости, потому что их берут из неблагополучных стран с низким социальным уровнем жизни. Ну да, тут агентство пишет, что внимание женщин привлекает реклама в соцсетях, которые обещают бесплатный билет на самолет, деньги и далекое приключение в Европе, как они пишут. Ну, не хочется здесь домысливать, но, судя по всему, еще раз, девушки, скорее всего, будут обмануты и вовольчены во что-то гораздо более худшее, чем просто там сборка каких-то дронов. Ну а по поводу, почему в России не могут наладить сборку, тоже теряюсь в догадках. Наверняка какие-то коррупционные схемы, им важно, чтобы было какое-то количество тех, кто не разговаривает по-русски, нелегальных мигрантов, которыми можно каким-то образом там манипулировать и на них списывать какое-то количество миллионов долларов даже на сборке вот этих вот дронов. День рождения Путина на этой неделе был. Поздравили его, подсчитали журналисты, минимальное количество лидеров стран, причем стран специфических, в основном таких же, как Россия. Если сравнивать с 22-м, с 23-м, вот сейчас 24-й год, это количество все падает и падает. Кстати, северный кореец даже не поздравил. Скажите, пожалуйста, вот вы, Владимир, вы знакомы по, опять же, свидетельствам многих из тех, кто к вам потом обращался за помощью, которые работали в личной охране Путина, которые сталкивались с ним в разных ситуациях. Вот, и понимают традиции, обычаи, вообще, что там происходит в Кремле внутри, и как он все это построил. Вот, учитывая это, как вы считаете, как его окружение поздравляло, и какие подарки ему дарили? Ну, его дни рождения, это такой апогей подхалимажа, заискивание, но в целом у Путина достаточно здравое отношение ко всему. Он прекрасно понимает, что все это лицемерие, что его окружает, и всем что-то от него нужно. Он на самом деле в душе, я сейчас не пытаюсь вызвать к нему какую-то там симпатию или сострадание, упаси Боже, мне до этого там дойти, но он глубоко несчастный человек, потому что он последние десятилетия окружен теми людьми, которые обращаются к нему и видят в нем главу государства, главу государства и человека, который может распределить ресурсы. Вот здесь, в данном случае, он им интересен. С кем-то разговаривает по душам, и он не может в полном объеме никому довериться, и он даже с самыми своими близкими, друзьями, которых когда-то там перевез вслед за собой из Санкт-Петербурга, давно уже по душам не разговаривает. Тем более, как бы у него мания, он все время думает, что его все записывают, за ним все подсматривают, что это каким-то образом может потом быть использовано для дискредитации его культа личности, потому что он же хочет войти в историю и хочет, чтобы это потом после него не было дискредитировано, его культ личности не был развенчан. И в данном случае он бессилен, потому что, ну, в любом случае, конечно же, в историю он войдет убийцей, военным преступником и самым большим в мире на сегодняшний день коррупционером. Вот, поэтому, да, если мы говорим все-таки, ну, как это выглядит, ну, конечно, у него там есть какие-то там встречи, там, одна за другой, и какие-то там листы, и всех проверяют ФСОшники, какие-то карантины, какие-то обыски и так далее. Ну, в общем, он уже достаточно давно не живет жизнью обычного нормального человека. И уже не будет никогда жить. То есть он себя, он отрезал все пути для отступления, у него либо камера в Гааге, либо могила. Вот, кстати, по поводу его безопасности. С недавнего времени все его самолеты стали скрывать свое местоположение. То есть они стали отключать транспондеры для того, чтобы их вообще никак нельзя было отследить. А это с чем связано? Ну, там повышенные меры безопасности, там у него там не двойники, а тройники, три одинаковых вертолета, и когда он в самолет садится, там тоже его там сопровождают, даже на территории России, там военная авиация, чтобы прикрыть. С чем это связано? Ну, конечно, это связано с тем, что ВСУ и ГУР с каждым годом наращивают свои возможности, в том числе более современное, более технологичное вооружение, достаточно серьезная агентурная сеть, выстроенная в России по сбору информации. Вот он опасается, конечно же, что он будет ликвидирован как легальная военная цель, как предводитель, как головарь оккупационной армии. Ну, наверное, он обоснованно боится, он действительно цель, и он действительно здесь для многих воспринимается как враг и как цель номер один сейчас.